Охота на лося. Идёшь на толкучку, покупаешь рога к рогам, верёвку на башку надел и влез. Делаешь томное лицо, так как к лося ходишь, ждёшь, но тут уже смотришь по ситуации. Если не повезло и у них гон, то в худшем случае тебя трахнут и ещё лицо залижут, твоё солёное до неузнаваемости. А если у них всё спокойно, то нормалёк. И они тебя за своего признают и берут в своё стадо на испытательный срок, на сутки. А мне и так весело вполне, ведь я живу в лесу, я большой и красивый лось. Сутки ты должен обладать семь деревьев, перебежать дорогу перед КамАЗом и оборвать сто метров телефонного провода. Всё, ты лось, они тебе верят, и ты втюхиваешь им идею пойти в деревню, к дому, обладать поленицу. Приводишь их туда, лосик, как правило, все тупые, неграмотные, читать не умеют, поэтому никто не прочитает, что на доме написано охотхозяйство. Всё, тебе рога снимаешь, тыкаешь землю, кричишь, а попались, суки. Они как ломанут, ну, те, кто убежали, значит убежали. А те, кто в заборе застряли, твои. Вот и всё.